Мы до этого, почти на всех лекциях с вами, рассматривали рефлекторные механизмы регуляции. И вот на последнем занятии мы подошли к тому пределу, на котором рефлекторные механизмы работать отказываются. Проблема выбора. Дело в том, что рефлекция – это всегда определенная программа. И выбор рефлекторного поведения строится по некоторому утвержденному дайверу о рамках. Есть рефлексы старшего порядка, более младшего, еще более младшего и так далее. Но исходя из того, какие сигналы поступают из внешней и внутренней среды организма, решается проблема того, какая программа в данном случае будет реализовываться. А вот брать несколько альтернативных вариантов поведения, относящихся к одной сфере поведения, рефлекторная программа не может совершенно, она не так устроена. Мы рассматривали это дело на примере модели так называемого буриданова осла. Теоретически, буриданов осел должен умереть от полу. Если два столба с двух сторон, слева и справа, на строго одинаковом расстоянии, строго одинаковой привлекательности, то осла не будет повода повернуть ни на лево, ни на право. Он должен зависнуть в этой точке. И в конечном итоге просто погибнуть от полу. Механизмы, позволяющие регулировать поведение от этого уровня сложности, будут уже относиться к группе индивидуально изменчивой. И основной аппарат, который появляется для реализации этого уровня, это возникновение механизмов произвольного поведения, произвольности. Мы с вами в прошлый раз простейший механизм формирования произвольности разобрали. Значит, это просто включение рандомного выбора, случайный выбор. Когда два стимула из внешней среды имеют одинаковый вес, одинаковую привлекательность, так и системы зависают именно по этой причине. Не потому, что это предложение разных сфер поведения. Не потому, что они имеют разное старшество, ктать для рандов. А потому, что они в одной сфере, так, значит, они одинаковое старшество имеют, но диктует поведение, направленное в разные стороны. Первый шаг делается на основе случайного выбора. Как только сделано первое движение, первая подвижка, тут же силы стимулов оказываются не одинаковыми. Я повернулся в эту сторону, и правый стимул для меня стал более доступным. Все, дальше можно уже включать нормальную рефлекторную регуляцию. Но это, ребята, только самый первый, самый нижний уровень. Значит, дело в том, что механизмы производной регуляции относятся к группе сложнейших, они многократно сложнее любой рефлекторных, и позволяют сопоставлять и делать выбор не только внутри одной сферы поведения, но и между разными сферами. И привлекают, работают они с привлечением, отнюдь не только нервной, но и гормональной регуляции организма, и так далее. И вот мы сегодня с вами немножечко на последнем занятии разберем такую уже обобщающую модель поведения. Да? Значит, на одном из занятий, когда возились с рефлексами, я приводил вам четыре примера. Помните, там был проход из комнаты в комнату, изменение диаметра зрачка, школьник, который клянчил тройку у учителя, загар на пляже и ожог об утюхе. Вот последний случай из реальной жизни. Человек ожог себя об утюхе. Так? Отдернул руку, отскачил в сторону, энергично выразился, а на пальцах у него появились воды. Вот в этом случае работает ли только один рефлекционный механизм? Или несколько, дополняя друг друга? Несколько. Значит, отскакивание, отдергивание руки – это рефлекционный механизм, это волевой рефлекс сработал. То, что человек начал ругаться, это индивидуально изменчивое поведение. А то, что у него был дырин на пальцах стали возникать, это пример местной реакции. Ну, правда, там рефлекционный программ тоже присутствует, но в хитрой форме. Вообще, конечно, местная реагировка. Хорошо. Так вот, мы сегодня с вами будем смотреть такие сложные реальные поведенческие композиции, которые регулируются уже отнюдь не только рефлекторными программами. Такие композиции в биологии получили название «инстинкты». Два этих термина, как правило, ну, вот, непрофессиональные люди, не отличают. Считают, что и рефлексы – это вот что-то такое автоматическое, о чем думать не надо, и инстинкт – это то, что-то такое врожденное, о чем думать не надо, само собой получается. Вот, на самом деле, это совершенно не так. Инстинкт, инстинктивное поведение – это поведение на порядке более сложное, чем рефлекторное. И мы посмотрим, как исследовали структуру инстинктивного поведения, ну, два, пожалуй, знаменитейших человека в XX веке, исследовавшие поведение животных. Наука о поведении животных называется «Этология». И в начале 60-х три «Этолога» были удостоены ни много ни мало Нобелевской премии за исследование языка животных. Значит, это Дефриш, который первым исследовал язык пчел, Эко Конрад Лоренц и Нико Тинберген. Вот эти два человека, Лоренц и Тинберген, можно их считать отцами и основаниями «Этология». Почти все базовые основные концепции, базовые основные теории, эксперименты, методы разработаны как раз этими двумя людьми. Ну, и давайте смотреть, как же «Этология» работает с исследованием поведения. Во-первых, методы работы совершенно не такие, как у физиологов. Но в лаборатории Павлова надо было посмотреть, как формируется условный рефлекс. Ну, и как это делали? Приводили собачку, зажигали лампочку, потом кормили. Но дело в том, что собачка не очень хочет ничего формировать. Ее привели в новую комнату, а ей там интересно. Значит, она пробует обнюхивать углы, там, смотреть, что где расположено, катать разные предметы, если они катаются. И отвлекается от лампочки, отвлекается от задачи. Плохо у нее рефлекс сформируется. Поэтому, в конечном итоге, как сотрудники Павлова вышли из проблемы? Не давали собаке отвлекаться. Был разработан станок Павлова. Что он на себя представляет? Две деревянные рамки. Вот эти. Собака ставилась между этими рамками. Вот здесь вот, Сима. Так. Значит. И привязывалась. Привязывалась ремешками. Ну, через широкий ошейник фиксировалось основание передних лап, основание задних лап, далее, даже хвост обвязывали, чтобы она хвостом не молотила. В этой ситуации собака могла сделать две вещи. Могла поднять голову, увей лампочку, могла опустить голову и поесть еду. Все остальное сделать голову нельзя, потому что она просто привязана. В такой ситуации действительно всякие условные рефлексы формируются элементарно легко. Значит. Что же мешало собаке, пока она не была фиксирована в станке Павлова? Быстренько образовывать условную связь. А мешала неслительская деятельность. Так. Значит. Мы с вами немножко говорили о том, что такое ориентировочная рефлексия, и что это рефлексы самого старшего порядка. Когда реализуется ориентировочный рефлекс, они временно отключают все остальные программы. Потому что именно эти рефлексы позволяют исследовать новые сигналы. А это самая важная информация из окружающего мира. Так что физиологи, разбираясь с конкретными путями регуляции, стараются максимально упростить задачу, чтобы ничего не мешало. А вот этолог не так работает. Этологу интересно живое поведение. Кусок жизни, целый, сочный кусок жизни живого существа. По одной долге, разработая, кроме всего прочего, методики не только лабораторных экспериментов, но это высший пилотаж, так называемые открытые, средовые эксперименты. Когда ученые приходят куда-нибудь в лес, в поле, там на лужайку, и там ставят эксперимент. Фиксируя реальное поведение живых существ. Давайте несколько их работ посмотрим. Сейчас пока на первой половинке занятия. Значит, допустим, Нико Тинберген поставил перед собой такую вроде простую задачу. Кто такие чайки? Понимаете? В Москве чаще всего можно увидеть два вида чая. Если вы видите чайку с светлой головой, это, скорее всего, сизая чайка, сизочка. Если у чайки темно-коричневая, вам она будет казаться черной, темно-коричневая голова и темные концы крыльев, то это озерная чайка. Они примерно одинаковые размеры. Иногда можно увидеть, это уже пореже, птицу, которая раза в два крупнее сизой чайки. То можно увидеть птицу вот такого размера, существенно более мощную, и тоже со светлой головой, со светлыми крыльями. Это серебристые чайки. Если вы были на каких-нибудь европейских, да и не только европейских морях, там наверняка вы видели как раз серебристых чаек, они космополитны, они по всему миру, в северном клушарии, боятся. Отлично. Так вот, сизые чайки, селятся большими колониями. В колонии могут быть десятки тысяч гнезд, если место подходящее. Либо тысячи, ну если не очень большая площадка, то сотни гнезд. Гнезда очень плотно друг к другу. Отлично. Ну вот, а причем гнездо у чайки, это же примитивная, до него за постройка, очень часто это просто ямка в земле. Иногда с таким лаком, выложенным растительностью, вот, дети улетели за кормом, птенцы сидят в гнезде. Окраска у них маскировочная, можно пройти, вот буквально наступив на гнездо, и не увидеть. Хорошо. Такие же, кстати, маскировочные ельцы, над цветом. Значит, родители улетели, как по-вашему, птенцы в гнезде будут галдеть, бегать, там, я не знаю, играть, драться, или нет? Нет. Абсолютно неподвижно сидят. Особенно, если кто-то появился рядом. Вот тогда рефлекторное замирание, прижали голову к земле, расплостались по гальке, сверились с фоном. Все, абсолютно незаметно. Хорошо. А когда прилетают родители, поведение меняется радикально. Они начинают плянчить, ком, орать, драгаться, потому что чем громче ты орешь, чем сильнее требуешь, тем больше тебе достанется. Тинберген задался вопросом, а как же птенцы узнают родители? То есть, что из себя представляют папа и мама для птенца чеки? Значит, стали проводить наблюдения, показалось, что взрослая чайка прилетела к своему гнезду. В это время как раз птенцы начинают свою активность. При этом они будут стараться попасть клювом, тюкнуть, так под клювью своего родителя. вот примерно так будет выглядеть голова сельдистой чайки. Верхняя половинка клюва у птицы называется на клюве, нижняя – под клювь. Так? Причем, молотить тинцик будут не по любой точке. У всех местных чайки, вот здесь, на под клюве, есть яркое пятно. Весь клюв оливково-зеленый или серовато-зеленый, а вот это пятно ярко-красный цвет. И птенцы всегда будут стараться попасть в это пятно. Ну, раньше считалось, что там просто более чувствительные клетки сидят, до тупенькой папы и мамы, до тупенькой птицы быстрее доходят, поэтому они в этом случае начинают кормить. Мы что имеем? Мы имеем пищевое поведение птенцов, которое заключается в клевании этого пятна. В ответ на этот сигнал родители открывают клюв и отрагивают часть пищи для птенца, вот, того, который требует. Отлично. Значит, попробовали птенцов пообманывать немножко. Взяли чучело чайки, подсунули к гнезду. Долго-то вовсю, совершенно так же, как и по нормальной живой чайке. Отлично. Взяли одну голубь чайки. Абсолютно та же активность. Кстати, а кто понимает, а как можно посчитать степень активности птенца? Вот степень активности любого поведения. В каких единицах считать будем? Ну, конечно, действия за единицу времени. Но в данном случае не прыжки, а удары. Так? Количество действий в единицу времени. Отлично. Получили материал сравнение. Итак, выяснилось, что для птенца неважно, реально это папа или это чучело или даже просто одна голова от чучела. Реакция совершенно такая же, активность у него абсолютно такая же. Значит, тогда попробовали, что сделать? Не голова от чучела, а сделать гипсовую модель чайки. Полная гипсовая модель чайки. Значит, реакция упала почти 50 раз. Редко-редко тюкнет и ничего не делает. В чем дело? А модель белая, не крашенная. Так? Попробовали модель раскрасить так же, как реальная птица. Так? То есть, сделал клювик оливковым, пятно красным, активность возросла 95%. Ну, то есть, почти не отличая гипсовую чайку от своего родителя, есть только окраска попадает. Тогда попробовали круче сделать, вообще убрать голову. Один клюв, представляете? 95% активности. То есть, не важно, есть ли голова у папы с мамой, важно, чтобы был клюв. Так? Хорошо. Значит, тогда попробовали выяснить, ну, ясно, в эксперименте с некрашенным чучелом было понятно, что очень важна окраска. Так? Решили проверить, дали некрашеную модель клювовую и крашеную. Ну, на некрашеную модель вообще никакой реакции, а крашеная модель вызывает такую же активность, примерно, как на целого родителя. Так? А тогда попробовали сделать вот такую вещь. Значит, удары всегда идут вот сюда. Поэтому, очевидно, что запускают эту форму поведения именно вот этот световой контраст на нижней части. Так? А попробовали тогда сделать такую вещь. Вообще, никакая не чайка. Взяли простую палочку, цилиндрик, вот такой. Окрасили его в оливково-зеленый цвет и поставили не одно пятно, а целых три. Причем вот таких вытянутых, больших. Так вот, народ, вот это оказалось супер-мама. Или супер-папа, если хотите. Потому что активность возросла в два раза по отношению к нормальному родителю. Да? То есть, на самом деле, что такое родитель для птенца-чайки? Это то, что имеет длинную форму, оливковый цвет и контрастное красное пятно. Что надо делать с родителем? Бить по красному пятно. В этом случае получишь ежу. Так? Значит, вот такие сигналы, которые способны запускать некоторую стандартную форму поведения, экологи назвали ключевые раздражители. Киеви-лайзер. Ключевые раздражители. Но они как ключ отпирают некоторый замок, который до этого сдерживал форму поведения. Хорошо. Значит, ключевые раздражители управляют поведением совершенно всех живых существ. Ну, допустим, есть в наших водах такая небольшая рыбка, которая очень любит исследователи поведения. Рыбка из группы колюшек. У нас два разные вида, трех игла и девяти игла. Для них для обоих характерна забота о потомстве. Причем заботятся будут самцы. Самцы строят гнездо из водорослей, потом приглашают барышни в это гнездо. У них сложное ритовое ухаживание. Барышня мечет икру, самец здесь же икру оплодотворяет и тут же мама погоняет. Дело в том, что если маму оставить, то она просто съест всю икру. Ей глубоко плевать на потомство, она сделала свое дело, отложила и дальше нельзя подпускать к детям. Хорошо. Одну выгнали, немедленно вторую будем зазывать, вторую от нее рискнулась икру оплодотворили, выгнали и так, пока гнездо не заполнится икрой. Отлично. После этого для развития икрин кислород нужен. Без этого остальное уже в икрин запасено. Так? Значит, без достаточного количества кислорода малек не ржаверился. Поэтому папа будет стоять в холод дом и махать плодниками. А зачем он будет махать плодниками? он вентилятором работает. Он просто... Да. Нет. С самками уже все кончено. Как только домик заполнился, все, никакие самки для папы больше не существует на свете. Для него дальше вся жизнь заключена в потоке. Вот он стоит у входа в дом, машет на махать, работает вентилятором, создавая поток воды, который идет сквозь дом. Этот поток приносит кислород. Значит, в зависимости от температуры, через 2-3 суток из-за климок начинают волопляться мальки. В первое время они почти неподвижны. Кстати, самец колюшки гнездо будет защищать совершенно самоотверженно. Ему абсолютно не важно, кто пытается приблизиться. Ну, допустим, если можно больше заставить нереститься в аквариуме. Я неоднократно в вашем возрасте примерно у себя выращивал, наблюдал за их нерестом, потрясающей интересом. Так вот, если в князье уже есть икра, и вообще самец начал брачное поведение вокруг, и надо почистить аквариум, я опускаю руку в аквариум, самец немедленно атакует руку. Он не пытается никуда удрать, он будет наскакивать, пытается ее кусать, бить шипами, ну, прогнать. Он будет атаковать крупного хищника, ну, окуня, допустим, в реке. И окуня, кстати, предпочитают с ними не связываться. По одной простой причине. Значит, если этого малыша, они мелкие, они вот такие, ну, пальцем размером, так, если этого малыша проглотить, то он растопыривает свои, вот оно там, трех игла и девяти игла, растопыривает колючки на плотниках. Значит, ну, а дальше что будет с глоткой хищника? Ага, он просто распорит ему плотку. Значит, так что, несмотря на мелкий размер, значит, не очень крупные, но среднеразмерные хищники, с колючками, в общем-то, не очень связываются. Ясно, что для более крупного, там, примерно, все равно, глотка широкая, пролезет. Хорошо, получили. Что для нас здесь интересно? Попробуем разобраться, а кто же самая привлекательная барышня для самца? А заодно, кто самый большой красавец у полюшек для барышни? Вне брачного сезона небольшая рыбка с тонким стеблем хвоста, вот эти шипы, знаменитые, про которые я говорил. Ничего особо примечательного про эту рыбешку сказать нельзя, но рыбешка и рыбешка. Значит, в брачный сезон самцы приобретают очень яркую окраску. Спинка становится темно-синяя, брюшко зеркально-белое, серебристо-белое, а в районе анального плотника яркое аллое пятно. Обратите внимание, опять композиция контрастных цветов. Зачем? Чтобы легко распознать с большого расстояния, чтобы проблемы с развлечением каких-то оттенков, границ, чтобы не было такого. Яркие простые пятна, теперь санка. Санка так цвет менять не будет. Но размер икринок многократно больше, чем размер сперматоза. Поэтому, что будет с брюшком санки, если она готова к неисту? Раздуется. сперматоза. Значит, вот санка корешка в момент умеется. Вот нормальная пропорция, но в момент умеется у него такое прикупшее брюшко. Такая остается серебристый, чуть более темная спинка, более светлая брюха. Вот. Хорошо. Вот такая компания. Значит, если в районе гнезда появляется другой самец, вот этот самец, хозяин территории, просто сходит с ума и не успокоится, пока не выгонит соперника. Попробуй разобраться, кого же он считает соперником. Ну, понятно, что на такую же модель и создать точную копию реагирование будет такое же, как и на реальном самце. Пробуем прощать, пробуем смотреть. Нет ли здесь каких-то простых ведущих сигналов? Да? Значит, оказывается, что вот он самец. Вот это суперсамец. Значит, плоская фигура, верхняя часть синяя, нижняя часть белая, и есть красный сервер. Вот это суперсамец. Теперь давайте смотрим, а что же самая красивая башня из себя представляет? Значит, вот самая красивая башня. Вот такой можно хоть и с картоном вырезать. И если ее опустить в аквариум, то на всех остальных самок ноль внимания. Все ухаживание будет вот за этим. это такая красавица, лучше уже вообще быть не может. Так? Значит, хорошо. Вот такие ключевые раздражители, а ключевые раздражители это всегда очень простые сигналы, которые стимулируют поведение в большей степени, чем обычно реальное, это логи назвали супер оптимальными. Это супер оптимальное ключевое раздражительное. Хорошо. Значит, ну и еще на одном моменте посмотрим гнездовое поведение у серых гусей. Там две новенькие штучки с вами увидим. Значит, первое, какую форму яйца имеют у птиц обычно? Это правильные шары или форма какая-то более сложная? Это даже не совсем овал. Да, конечно, сужная иногда просто, ну, КР, допустим, там возникает какая-то конструкция? пирамида к одному широкому основанию которой предел на полусфера. То есть уж совсем сильно сужен один конец. Вопрос, зачем такая форму яйца? Так, одну руку вежа больше желающих слегка подумать и ответить. Почему яйца такая форма? Ну, курины-то яйца все видели? Они же совершенно не являются крупными. Так, прошу вас, давайте. лёгче выскакивали и никуда не катились. Стоп, выскакивали откуда? Представим себе яйцо, которое куда-то выскакивает, у меня фантазии не хватает. поясните свою мысль, пожалуйста. Как-то когда яйца выскакивали с самки, а потом, чтобы яйца не легкобытянутую фигуру, разницы нет. А вот второе ваше замечание очень существенное. Попробуйте когда-нибудь, ну, я не знаю, попу, так, взять толкануть куриное яйцо. Оно покатится по прямой или нет? Нет. Нет, оно не покатится по прямой. Оно будет двигаться по закругляющей траектории, а это значит, сможет оно далеко откатиться от гнезда. Если случайно выпало из гнезда, то, публика не откатится. А дальше? А дальше, работая с сергей с сергей Мэмом, Конор Ворумс обратил внимание на следующее. Ну, в гуся насиживают яйца и забыться о потомстве поочередно. И папа, и мама в равной степени заботятся. В отличие от губок, где все визни не принимают участие гусиное гнездом, вот сидит неважно самка или самец, а вот ты разбирается. Поле зрения попадает в яйцо. Вот оно. Возникает достаточно большая сложность. Во-первых, раскрайни необходимостью птицы гнездо покидать не будут. почему? А что плохого произойдет с яйцами, если даже ненадолго остыть, конечно. Для нормального развития яиц птиц необходимо поддерживать регулярно достаточно высокую температуру. Именно для этого они, собственно, это насиживают. Хорошо. Значит, на самом деле на несколько минут даже отойти от гнезда это допустимо, а тем более гусеобразное, как это проблемы решают. Те же самые гуси или родчи гадят крупной утки. Они могут и папа, и мама уходить кормиться в море на несколько часов, а яйц не остываю. Нет-нет-нет, родители вместе ушли, а яйц не остываю. Ну, ребят, даже самая толстая скорлупа тепло проводить будет очень хорошо. Дело в том, что скорлупа теплопроводный материал теплое место в арктической тундре это где? Хорошо. Чем засыпать вымодили хорошее? А все очень просто. Не, никаким не пуском. Значит, у пусяобразных на период гнездования на груди под кровящими перьями отрастает очень мощный слой пуховых перьев. И перед тем, как куда-то уйти, кстати, изнутри лоток гнезда выслан ровно этим же сам пухом. Родители аккуратненько выщипывают пух у себя из грудки и выстилают этим пухом лоток гнезда и делают из него такой матрасик. Ребят, гусиный гагачий пух это один из лучших термоизоляторов, который вообще есть на свете. Ну, допустим, первые лет 15, наверное, когда началось исследование космоса, когда люди полетели, и вот были эти громоздкие, страшно неудобные скапандры, в которых летали. Сейчас-то эта проблема решила. Как, Павлаш, мы из чего делали теплоизоляцию до станции? Значит, гагачий пух, конечно, лучше не было. Это эпоха уже космических полетов. Понимаете? Значит, это гагачий пух, действительно, отличный термоизолятор, и, кстати, он такого серого цвета, на тундровом фоне не видно, гнездо совершенно будет. И яйц не остывает совсем лежа вот этих пуховых матриц. Но теперь возвращаемся к гаге, или гуси, который сидит на гнезде, перед ним яйцо. Оказывается, вид яйца спровоцирует одну единственную форму поведения. Вот давайте, как можно, не вставая с гнезда, закатить яйцо обратно? Предлагайте. Значит, клювом, понятно, что работать клювом. Куда надо поставить клюв вначале? За яйцом. За яйцом, именно так. Значит, максимально вытягивается шея, вот положение клюва. За яйцом. А после этого какие движения делать будем? Значит, сгибая шею, откатывать к себе. Но дальше возникает сложность. Будет ли яйцо катиться по прямой? Нет. Нет, он не умеет по прямой катиться. Не влезет. Это во-первых, во-вторых, это в принципе опасно. Значит, дело в том, что для того, чтобы надежно держать, надо зажать клюв с такой силой, что можно травмироваться к руку. Нет, 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 поэтому только подгребающие движения. А как устроить программу простейшим образом, которая бы управляла движениями, ну вот, приблизить нам яйцо не за счет простого подгребания, а за счет вот такой корректировочки. То, откатился он направо, справа подгребая, откратился налево, слева подгребая. Сделано это очень просто. Чувствительное клетки под клюви вызывает в данном случае такой раздражитель будет называться уже не ключевой, не киррелайзер, а направляющий раздражитель, месседжрелайзер. Значит, если давление на клюв больше справа, то шея бы вся перемещается справа. И следующее движение будет справа с правой стороны. Если давление на клюв больше слева, шея бы вся повернется влево и движение слева на подгребание. Отлично. И вот за счет этой автоматической программы гусь затащил яйцо к себе. А дальше следующая информация. А когда Морронс положил вот такое яйцо, модель такого яйца, то гусь вообще не смотрит. То гусь сошел с ума от счастья. Потому что вот оно семейное счастье в чистом виде. Так ничего более ценного и лучшего быть не может. Это супероптимальный раздражитель. Так пусть наплевал на все совершенно связанное с его реальными яйцами. И в течение часа все его усилия были направлены на то, чтобы закатить этого монстра к себе в гнездо. причем размер такой, что сесть на него невозможно. Значит, поэтому на фотографиях видно, какое положение пусть при этом взглянует. Значит, ну здесь можете себе представить, он так на пол шпагат садится для того, чтобы накрыть все-таки это яйцо. Значит, при этом все-таки все в гнисти, в гнездо не влезает. Хорошо. Но те формы поведения, которые мы сейчас посмотрели, по идее несложно объяснить и в рамках рефлекторной концепции. Ну, рефлекторное поведение, ну, врожденные стимулы, которые вызывают те или иные врожденные рефлексы. Все было слабенько до тех пор, пока не задались проблемой реакции следования у гусят. Дело в том, что гуся, утки, не будут после улупления птенцов пользоваться гнездом. Гнездо у них наземное, а это значит, хищники легко могут это место найти и вывод их съесть. Поэтому родители уводят все потомство от гнезда, гнездо уже никогда не вернутся. Бывает, это обычно второй день после улупления. Начинают уже вести вольную жизнь. Там спать где придется, кормиться где придется, мама с папой кормить детей не будут ни в коем случае, не их это дело. Они будут просто показывать, что можно есть и как можно работать с той или иной пищей. Вот такие птицы, которые не выкармливают своих птенцов, а уводя их от гнезда затем дальше просто оберегают семейство, будут называться выводковые птицы. Типичные примеры вахтовых птицы куриные, это гусеобразные, а бывают птицы, у которых птенцы сидят в гнезде, пока не оперились, пока не вылетели, очень долго, иногда больше месяца, и все это время их роди клюкорны. Вот такие птицы называются птенцовые. Ну, к птенцам кто относится? Почти все пепчат, всякие разные соловьи, пеночки, ласточки, разумеется, стрижи, разумеется, это вот разные стратегии выращивания потомства. Хорошо, возвращаемся к гусятам и к проблеме реакции следования. Дело в том, что гусяты, вот когда мама их от гнезда уводит, дальше движутся строго определенным порядком. с троем за мамой. Значит, Лоренц заинтересовался, а кого же они считают мамой? Вот как они узнают, за кем надо следовать? Да? Значит, не далеко от того места, где он работал, а исследования он вел просто у себя на вине. Ну, вот хорошо жить в таком месте, где гнездец серые гуси, где бродят косуля, но Коннор до Лоренца его вел как раз примерно в таких местах на Нижнем Дунале была. Значит, у одного из выводков, у которых вот должно было пройти выглевывание, погибли у родителей. Вот остается такой серонский выводок. Значит, Лоренц решил, цена пытает, значит, и через некоторое время с ужасом обнаружил, что птенцы считают его своей мамой. птенцы уже вывелись, тренируется странное поведение. Фотографии эти вы можете найти в интернете, книжечки на эту тему есть. Значит, профессор Лоренц был таким крупным мужчиной, достаточно. идёт Лоренц по дорожке, за ним идут уже выросшие гусята, реакция исследования остается на всю жизнь. Так, раз решив, что это мама, гусь будет читать это существо мамы уже навсегда. Вот здесь переучиться нельзя. Значит, отлично идёт профессор, за ним идут гуси, целая черта гусей. Значит, на расстоянии, как примерно от меня до вот этой двери. Теперь профессор подходит к берегу пруда и решил искупаться. Заходят в воду по колено. Гуси приближаются, они теперь от него не на вот таком расстоянии, а вот на таком. Заходят в воду по пояс, гуси ещё приблизились, они теперь на таком расстоянии. Зашёл в воду по грудь, гуси ещё приблизились, они вот на таком расстоянии. зашел в воду по шею, и гуси изо всех сил стараются залезть ему на голову. В чем дело? Значит, после проведения дополнительных экспериментов выяснилось, что. Во-первых, это достаточно хитрая программа. Программа промежуточная между врожденным и приобретенным поведением. У гусят нет заранее данного им образа мама. Вот такого врожденного стимула, вот эта мама, нет. Отлично. Кого же они будут считать мамой? Мама для них превращается в первый движущийся объект, который они видят в своей жизни. Здесь, правда, важно одно ограничение, размер этого объекта. Размер должен находиться где-то между футбольным мячом и весельной лодкой. Так? Ну, если первый движущийся объект, который был, ты уж гусенок, увидел, был там, я не знаю, грузовик с фурой, с вот этим, фургоном здоровым, он его не посчитает мамой. Групноват. А если первый движущийся объект, который он увидел, был теннисный мячик, он тоже его не посчитает мамой, слишком мелкий. Так вот, важны всего-навсего две характеристики. Движение и размер. Движение и на всю жизнь происходит запечатление образа этого предмета, да? Как образа того, за кем надо следовать. Переучиться уже нельзя. А скажите, пожалуйста, вот такая неспособность переучивания, это вещь, характерная для врожденного поведения, или, скорее, для приобретенного? Врожденного. В результате, так, пожалуй, впервые в науке были описаны промежуточные формы поведения. Часть характеристик вроде как врожденная, а часть вроде как приобретенная. По-английски такая система будет называться InPrinting. Принтер – это какой прибор? Для печатания. Для печатания. То есть, в печатание образа, да, в информационную матрицу. По-русски это называется запечатление. Для любого запечатления есть свой критический период. Вот если кусенок никого подходящего, движущегося, в течение трех дней после вылупления не увидел, у него реакция следования никогда в жизни не сложится. Ну, потому что можно сформировать эту машинку опознавания только самое первое время после вылупления. А дальше все поздно, время прошло. Значит, учтите, что по такому механизму происходит усвоение информации от них не только у гусев. Значит, для подобных сфер всегда будут существовать критические периоды. Ну и в некоторой степени, здесь, конечно, ситуация во много раз сложнее, но некоторое сходство есть, допустим, с способностью человека к обучению. Так, значит, в первую очередь это связано с обучением языку. Если человеческий детеныш в возрасте до пяти лет не слышал человеческой речи, вообще не слышал, и не научился говорить, он не научится никогда. Сколько бы вы его не учили, как бы вы его не учили, все в сенситивный период закопнулись. Такие случаи известны, они описаны. Это достаточно редкий вариант, но редкие человеческие дети остаются такими беспризорниками полными. Психология получила название такой феномен, феномен Каспаро-Каузера. Значит, ну классика этого жанра – это человеческие дети, воспитанные животными. Ну про Маугли и про Таржанда, вероятно, слышали. Но дело в том, что и то, и другое – это художественная литература. А в реальности известно полтора десятка случаев, когда маленькие дети людей, оказываясь в дикой природе совершенно одни, не умирали, потому что они брали на себя заботу в самые разные другие животные. В нескольких случаях это реально были волчестые, в нескольких случаях козы, ворная коза, алдарь, да, в некоторых случаях обезьяна. Известны были такие вещи, действительно. Так вот, чем младше детеныш попал к животным, да, а если он маленьким попал к животным, ну если ему всего год полтора, но он толком говорить не может, так? Если даже потом он попадает к людям, возраст там, допустим, 10-12 лет, можно ли такого человечка научить говорить? Не, не выйдет. Ничего не выйдет. Захлопнулся вперед, когда это можно было сделать. Но, а если в более старшем возрасте будут четыре, допустим, человеческий детеныш оказался вне человеческого контекста, четырехлетние дети уже говорят? Да. Да еще как говорят? Да. Вот в этом случае, хорошо, за несколько лет пребывания без людей они забудут человеческую речь совершенно. Но важно то, что эта машинка была запущена. Она один раз уже была инициирована. Вот такого ребенка научить говорить можно. Так что сенситивные периоды существуют не только для таких простых сигнальных полноповедения, но и для очень и очень сложных.